Всем привет! Недавно у нас с близкими мне людьми состоялось путешествие, которое я засняла. И если вы хотите поподсматривать за нами, то сейчас вы это сможете сделать. А если вам хочется поподсматривать лично за мной, то вот мой телеграм-канал, в котором я нахожусь постоянно. И всегда вас жду. Подсматривайте. А кушать будем? Макс-то спит, я Яна разбудил. А, нет, не разбудил. Он обратно льёт. Нет, а что, он реально уснул обратно? Посмотри, под одеяло у него. Я не буду под одеялось. Он, видишь, у него щекал, улыбается ниже. Нет? А, просто щекал. Тут кто-то пил чай. Ну, кто-то не пил чай. Это мой чай. Будешь? Сколько ему? Из датбаки, наверное. О, ебко. Зачем тебе кастрюль? А, это не моя. А, это я поставил, блядь. Мне кастрюлька, я готовить не буду, мне не надо. Я только что поняла, что никто на чепчиком не посменялся. Ты как этот, из велосипеда 7 гномов. Гном. Вы как видите, повара. Я здесь хочу делать заказик. Ведь она не женщина, она посудомойка. Тебе какой вот этот? Хлеб? Какой хлеб? Я же говорю, вот этот. А вы видели мой хлеб? Ой, а где все-то, ебко. А где они? Их здесь и не было. Мы в твоем приехали. Надо понюхать. Ой, фууу. Смотрите, какой у меня хлеб. Выпрешенный. Я хлеб такой нашла. Че это? Лавер карб рейт. Что означает? Миски, содержание... Карба. Глютена? Краба. Нет, трай попытка. Содержание... Хлеба? Блин. Классно. Ребята, вы видали это? Да. Это очень круто. Только у меня хлеб. Сейчас попробуем еще. А где надо, да? Нет. Ты кушай, кушай. Я такое ел, кстати. Это очень правильно. Да, у меня тоже нормальная алкада. Я не б***ь не умею статично, б***ь. Че я тебе б***ь? Не умею статично кушать. Ты же не задевал? А почему? А это ветер? Это ветер? Это сразу двоих. Нет, какой ветер. А вы же открывали балкон. Ну, там ветра никакого нет. Короче, объясняю ситуацию. Мы сидим сейчас, болтаем. И тут замечает... Кто? Кто заметил? Мы. Ну ладно. Мы все. Мы все замечаем, что... Картины сзади нас, которые все-таки не шатаются. Что это? А тут, которая не сзади, та, которая, она не шатается. Мне кажется, в нашем номере поселились призраки. Мало того, что в нашем номере поселились призраки, так еще и поселились пи***болы, такие, как я, потому что это я поселил картины. Б***ь. Б***ь. Домом тебя, б***ь. Ребята, а вы куда? А? Селить. Да, я селить. Так что забыть про туалет на 30 минут. Б***ь, а прикиньте, если бы нос чувствовал вкус тоже. А мне кажется, он какой-то делает. А мы куда пойдем? Нет, мы сейчас смотрим аквапарк. Я куда-то собираюсь. Поэтому не крайся. Нет, я крашусь водонепроницаемой тушью. Ага. Давайте решим в итоге, что мы делаем. Ну я за аквапарк, в принципе. Я тоже согласен на аквапарк. Нет, я когда в колледже учился, у меня там очень жесткая физкультура была. Самая жесткая, где когда-либо я видел, да. Ну я говорю, она строго ввела урок, и она нас составляла. И она заставляла идти в парк, который находится где-то там в пятидесяти минутах отходить. Слушай, ты едешь что ли? 50 минут? Да, нет, 5-10 минут. А, 5-10-5. Минут 5-10 пятого. 4-5. 10. Ну вот, и этот парк, он был довольно-таки большой. И она заставляла нас бегать в круги вокруг этого парка. Да, мы тоже. 5 кругов. Даже если дождь, по***й, отжимаемся вот в грязи. Мы отжимаемся чисто в грязи. А, она что-нибудь делала? Нет, просто ела яблоко, ела. О, дождь. А я тоже яблоки принесла вчера, вы видели? Да. Это мне. Спасибо, что поделился. Нет, но вы можете тоже. Вы тоже можете себе купить яблоки. А вы любите яблоки? Я просто люблю. Любите. Я больше, наверное, по бананам. Ахахаха, вот это да. Бля, я ударилась. А вот я и ржаю, ржаю, жрать. А больно, слушайте. Реально. Тут много энергии для... Ой. Ой, здесь что-то красивое. А где красивое? Вон, Атлантис. Блин, сейчас поднимемся, наверное. А, она опускает. Что-то я ничего не вижу. Это отель. Это отель? Да, Атлантис. Самый охеревший. Буду боя. А что он охеревший? Ничего, понимаешь? Потом я погуглила и узнала, что в Атлантисе есть номер с аквариумом в стенах за вот такую сумму за одну ночь. Аква-парк на улице? Да. Да. А мы крем не взяли. Ой. Да мы все равно будем купаться, смывать весь этот успех. Нет, он вот не проницанный. Да он все равно смывается. Нет. Там даже написано везде, типа, наносите сразу после воды. У меня такого не было написано. Слушай, не знаю, где ты такое взяла. Две с половиной тысячи. У меня за четыре аптечные, там такого не описано. Девять. Красиво. А где аквапарк-то? А где мы делаем? Ой, там красиво наверху было. Ух, класс. Настя, на парк-парк подожди. Пас-парк подожди. Давайте на обратном пути зайдем. Уже пахнет здесь. Боже, у меня мурашки. Я обожаю пасенбайкборкс. Ой, все, кошмар. Это ужас. Я уже не хочу в какой парк. Я вообще, на самом деле, изначально не очень хотела. Вот я боюсь. Но бояться, на самом деле, нужно было своих желаний, потому что, когда мы пришли, на ресепшене нам сказали, что прибыли мы поздно и зря. Всего 2 часа, потому что в 5 мы должны уйти из аквапарка. В 5 мы уже должны сворачиваться и переодеваться, потому что он закрывается в 5.30. Все рады? Все рады? Смотрите, как красиво здесь. Я нашла очень смешную рыбу. Блин, она страшная, она не смешная. Завтра. И прийти завтра. Вот это нам повезло. Пойдемте в Бахнадьоркс. Блин, мы не знали. Оказывается, аквапарк работает до 5 часов вечера. А до 5 часов вечера у нас осталось 2 часа. Аквапарк самый большой в мире. Нам нужно 2 часов треховаться. А как гуглить никто не догадался? Да, даже я. Я люблю гуглить. На завтра будет билет обычный. Стоит 200 грамм. Сегодня мы будем по 555 брать. Плюс 50 за локер. Локер не включил. Короче, мы, типа... Зря пришли сюда. А сейчас мы тогда что-то на пляж. Что-то хочется какие-то годные процедуры. Слушайте, вот это красиво. Вот это. Там тоже неплохо все. Чтоб обидно не было. Красота, потому что красиво. Сейчас вот вы убедитесь, как это красиво. Я сейчас снял вот сейчас. Да, конечно, я старался так сильно. Смотрите, какая красота. Мы оказались на пляжу. Вот. Я ссать хочу. А тут нет туалетов абсолютно нигде. А это значит, что все писают. Все писают. Смотрите, как много написали там. Это типа шутка про то, что все, что здесь жидкое, это написано. Написано. Людьми. Но я не уверена в том, что это шутка. Потому что там поблизости, и даже не поблизости, туалетов не было вообще. И я просто полежу. Я просто полежу здесь на полотенце. Мы сейчас пошли в туалет искать его, чтобы сходить. А тут вот мы пока идем, и между машинами очень много таких вот пятнышек. Да. Еще хотела похвастаться вам своими утьями следами. Потому что у меня утьи тапки. Вот. Утьи тапки. И вот так идешь. Ага. И. И. Ой, что-то не похоже. Ну, какое-то так, говно. Вот так. Раз. Утьи. Утьи. Да, это лапки утьи. Это, знаете, тот случай, когда что-то бесполезное наконец-то оказалось небесполезным. Ну, просто эти тапки, если бы не было песка, мы бы даже не узнали, что они оставляют такие следы. И когда я заказывала эти тапки, не было рассказано о том, что будут такие следочки. Представляете? Ну, так повезло, так повезло. Все-таки есть плюс в том, чтобы заказывать всякую дребедень. Ну, правда, это, похуй, не нужно никому эти следы. Но они поднимают настроение. Красиво. Очень красиво. Ой, а здесь что-то на камере не очень красиво. Ой, красиво. Очень сильно. А ты можешь меня подснять? Тоже будет красиво? Меня сом... Блин. Красиво? Очень. Что делаешь? Операторскую работу. А! Чтоб потом трогать. Да, да, да. Пиздец. Мы искали туалет полчаса и так и не нашли. Пока не наткнулись на будку охранника. Оказывается, что это охранник университета. И он нас впустил в университетский туалет. Ну, и к тому моменту мы уже проголодались, пошли покушать, и нам достались очень необычные впечатления. Видно? Нет? Нет. Вот сейчас видно, но тебя не видно. А, ничего страшного. Международный день ОАЭ, а мы... Национальный. Международный день. Давай, говори, давай салюты, б***ь. Национальный день ОАЭ. И мы попали сюда случайно. Мы не знали, что будет. Какой праздник? Национальный. Если честно, не знали. Национальный день. Национальный день. В общем, такие приятные впечатления нам достались чисто случайно. Почему не видно ничего? Я сейчас буду нарушать, возможно, даже закон. Но мне так хочется показать это. И сейчас заглянем в окна, смотрите. Тут в окнах у людей елки. Раз, два, три светятся. А тут лето же везде. Тут ведь везде лето. Во. После мы пошли шарахаться по окрестности, но наткнулись на еще более приятные впечатления. Это было поистине удивительное событие, потому что за все дни пребывания в Дубае мы не встретили ни одну кошечку, ни одну собачку. Мы думали, их там не существует. Привет! Она такая статная. Она такая спокойная. Она мурчит. О, мой бог. Давайте заберем. Я надеюсь, ее кормят она худая какая-то. Ой, она мне так нравится. Забираем. Давайте купим ей. Пойдемте покупать еду. Да мне кажется, ей и так достаточно здесь. Ничего не надо, она худая, смотри. Ой, ты еще снимаешь меня? Да. Ой, куда-то мы не туда попали. Куда-то мы ошиблись. Я же говорю, мы себя сейчас больше купим еды для кошки. Чей-то с пафс есть. Здесь пафс, кстати, другим. Я пойду кошачий. Удгост придумала падать. Где здесь ты нашла? Что ты нашла? О, паштетик. Шебу. Шебу. Более-менее. Там это самое дорогое, что есть. Нормально. Она нас ждет. Ты нас ждешь. Гладится об моя нога. Осторожно, убьет. Блин, тут смертельная опасность. Уйди оттуда. Кушай, кушай. Мне кажется, она такой не ест. Бэээ. Подожди. Вы что, это шеба? Это вообще не люксик. Это ж тупая ска кошечка. Вот так вот. Что? Не хочет. Не хочет. Может, она болеет? А что смешного? Лот горячий. А, кстати, лишаем можно заразиться. Знаете? Да. Поэтому продолжай. Кто болеет, лишаем, тот отпуска лишаем. Не вставляй. Мне кажется, она поест, когда мы уйдем. Не, мне кажется, она сытная. Сытная? Да. Давай попробуем. Я могу помочь. Ничем. Просто я сейчас сварю яички, а потом сделаю сэндвич, пинат, бадр и банана. И все. Так мы быстрее позавтракаем. И... И опоздаем снова. В аквапарк. А что, сэндвич намазать просто? Да не в этом дело. А. Дело в том. Давай как-нибудь придумаем. Прикольное. Уждение. Мне кажется, он нас не полюбит. Хм. Можем что-нибудь включить на ютубе? Джастина Бибера. BTS. А мы можем не угадать с песней. А с Джастиным Бибером точно он все любит. Все любят. Все любят. Да. Произошло некоторое недоразумение. Объясни, пожалуйста. Мы вчера вернулись уже в устаре, сонные. И я положил бананы в морозилку. Вместо холодильника. Мы купили пельмени и бананы. И все отправилось в морозилку. И вот они теперь. Вот такие. Я попробую сейчас замороженный банан. Берем сначала укроп, потом кошачью жопу. 25 картошек, 15 мандаушек. Ведро под... Блин, они же... Капку дров и плов готов. Они зеленые были же. Они были чуть зеленые. Не знаю, но на вкус они сильно зеленые. Но раньше все пасты вкусные. Угу. Можно так бананы снять. Если бы они простояли в обычной температуре, они бы более стали спелыми. Пизда. Вот дурак ты. Ну, ты же не потому что решил. А, куда лучше положить? В морозильник или в морозильник? Просто спать поделаешь человеку, конечно. Мы вчера собрались в аквапарк. Приехали туда. Поняли, что мы опоздали. При этом предварительно не погуглив вообще часы работы. Потом мы пошли на какой-то пляж непонятный. И, конечно, мы устали. Вообще странно устать от такого, конечно. Поэтому так случилось с нашими бананами. А ты сейчас снимаешь, что ли? Да. Мы сейчас едем в аквапарк второй раз. Опаздываем второй раз тоже. Но я даже не накрасилась и даже не помыла голову, чтобы не опаздывать так сильно, как вчера. Мы сейчас находимся в лифте, в котором произошел казус. Я заинтересовалась отсутствием... Мозы. Отсутствием престарелых людей. Ой, пожилых. А я наоборот думала очень... Милое слово. И почему-то их здесь действительно очень мало. Так же, как и бродячих кошек. Странно. Странно. Странно, да. Но, правда, здесь нет животных, в принципе, и пожилых людей. И, в общем, что случилось вот в этом лифте позавчера. Мы зашли, едем, и к нам в кабину заходит, ну, дедушка. И поскольку я выразила уже свои опасения по поводу того, что очень странно, да, нет пожилых. И Макс говорит, вот старый человек для тебя. А он потом начинает по-русски говорить. А Ян потом сказал, хорошего вам дня, когда он выходил из лифта. Ну, чтобы сгладить все углы. Мы должны были сегодня встать во сколько примерно? В 10, в 9 мы договаривались. Не знаю, я сразу бы делик на 12. Как обычно. А я вообще не вставил. Мы, да, должны были встать в 9 вообще-то. Вчера такие были разговоры. А в итоге встали в 12. Сейчас уже времени полвторого. А мы вчера приехали в 3 часа дня в аквапарк. И нам сказали, ой, слишком поздно. Возьмите билеты на завтра. Кстати, они невозвратные. 20 тысяч за персону. Какую за персону? За 2. 20 за персону? Сколько у нас тогда получилось? Тогда и не так, да, дорогая? Да! Нельзя возвратить билеты. То есть мы купили их. И мы должны. Ну и вот и мы решили, что мы сегодня рано встанем. Рано придем, чтобы нам не 2 часа на огроменный аквапарк было. А 3 или больше. Ну все, короче. Мы пребались. Входим еще раз. И не успели мы зайти в аквапарк, как нас ждало еще одно очень приятное и неожиданное впечатление. Мы встретили рэпера. Не, не, он пошел уже, все, давайте. Ой, ушел наш рэпер. Вот он. Где он? Я его не вижу. Я, правда, вообще не слушаю. Зачем я это снимаю? Я не знаю, какая-то стыдобища. Ян пошел фоткаться с рэпером, хотя он ушел уже со своими секьюрити-ми. Ян очень уверенный в себе человек. Бежит до боли. Он бежит до боли. Его не убили. Он такой любезный был. Он такой, yes, sure. Мы сделали. Смотри, как улыбается. У него такие зубы. Покажи, покажи. Даниэль Эрнандес известен под псевдонимом 6ax9ina, а также tk69. Американский рэпер, его музыкальное творчество отличается агрессивным стилем чтения рэпа противоречивым образом. Радужными волосами, множеством татуировок, конфликтами с известными личностями и проблемами с законом. Может, мы пойдем уже переодеваться, у нас мало времени. Ой, ой, мы опоздали. Давайте расскажем, что произошло. А что произошло? А мы пока разобрались, как здесь все работает, как здесь оплачивать водичку. Прошло уже час, наверное. Да. Да, и мы организовали случайным образом вот такую очередь. Все, мы идем наконец-то. Уже опоздали и вообще уже... А куда мы в итоге-то, я не пойму. На самом деле. Мы хотим к рыбам. Мы к рыбам, да? Да, мы хотим к рыбам. Ой, мы что-то делаем. Не пойму ничего. А, тут холодно. Я не понимаю, что делать. А мы хоть куда? Я сейчас куда-то поеду. И я не знаю, куда. Здесь находит эскалатор. И он забирает каждого человека по одному. И как-то они очень быстро спускаются вниз. Здесь не видно, насколько быстро и куда. Вообще не понимаю, на что я согласилась. Все, Егора забрали только что, и он с криком ушел вперед. Теперь уже я вот здесь уже. Ребят, поехала. Ребят, поехала. Ай, да почти не страшно. Блядь, страшно. Темно, ёпта. Ничего не вижу. А где акулы? Там должны были быть акулы, Егор сказал. А меня просто повертело из стороны в сторону в полной темноте. Хорошо. А где акулы? А мы куда-то путь держим? Я не знаю. Блин, а что случилось? Ёпта. Рыба. Одновешка, две веры. Понравилось тебе? Да, красиво. Ну, а акулы-то где были? И мы сейчас идем на какой-то отвал жопы, причем буквально там задница у тебя отрывается, ты летишь вниз, называется падение Нептуна. А еще знаю такой фактик, что есть сленг Нептюнкис. Поцелуй Нептуна. Поцелуй Нептуна, что означает, когда ты какаешь, и какашка плюхается в воду, затем капельки воды дотраниваются на твои попы, это называется поцелуем Нептуна. Мы потеряли ребят еще. Мы просто резко разъединились, вообще не согласовав ни с кем ничего, все вчетвером просто взяли и разорвались. У нас нет ни телефонов, ни воды, ни денег, потому что они у Яна. А аквапарк самый большой в мире, ну или один из самых больших в мире. Короче, пиздец нам бездохать до них. Вон, видишь, там открытые горки есть, видишь, на Тюбе едут. Да. Вот нам тоже туда надо. В общем, мы сейчас вот здесь. А вот это весь парк, и где-то находятся мальчики. Каких мальчиков тебя интересует? А каких мотошпилят? Могу предложить только пухнуть их. А у меня такой уже есть, если. А это горка, блин, потому что под прямым углом, да? Ну, не почти под прямым. Ну, вот если не знать геометрию, то выглядит это как под прямым углом. Ты как будто сейчас сядешь и полетишь. Ну, не как будто так и получилось, просто летишь вниз. Всё, ребят, пошла, пошла, пошла. А-а-а! Ёб-моё-моё! Это было страшно очень! Жопа оторвалась надолго! Это просто ахмительно! Ой, опять запикивать придётся. А ты оторвался? Да! По полной! Жопа оторвалась, правда? Да-да! Круто! Мы куда-то пришли, где вот так, блин? Просто свободное падение. И мы пролетим вот в этих трубах. Опа! Очень быстро. А, я даже не успела понять. Ребят, не хочу. Ребят, что здесь происходит? А там люди залезали в капсулу, а потом исчезали, потому что у них из-под ног убирали пол. Я не хочу, ребята, я в капс... Ребят, я в капсуле. Я не знаю, я боюсь. Ребят, я в капсуле. Не, это была пострашнее горка. Нептун подобрее был. Ой, помотало-то Ну как? Поехали домой, блядь А ты захлеппанулся? Да, мне какой-то момент в лицо идет вода Я знаю Я придумала шутку про ту горку Пробила в дно О, смотри, смотри Мы сейчас пришли на какую-то непонятную горку И непонятно зачем Поедем Даже непонятно куда и как Ну просто пришли сюда случайно Поехала Ёб твою налево И правда налево поехала Бля, у меня лопатки бьются Ой, ой Ой Мне тоже били по спине Да, видно Красные лопатки Да Прям видно? Да, видно прямо А вид красивый Вот так есть Мы сейчас на лодках плавать будем Ууууу Бельче Ура Поехали Поехали Лааааааа Аха Аааа , смотри Ааа Лааа Вауууууууууе Хранда Ой, холодно становится, Егора. Это была очень классная горка. Пойдем еще здесь покатаемся тогда. Смотрите, какой виден вид. Это еще нужно чувствовать носом, конечно. Гораздо больше эффект создается, когда ты дышишь стеклом. Куда-то поехали. Фиолетового цвета. Ой, блять, лопатки валятся. Ну это было, ну это было. Ты испугался? Я вас вообще не отожаю. Я у меня этот самый. Поскольку мы не знали каждый раз, на какую горку мы попадаем, я настоятельно рекомендую делать вам тоже так же, потому что никогда не знаешь, что тебя ждет. И вот мы не знали, что на этой горке нас ждет резкий обвал вниз. Из-под жопы просто пропадает горка, и ты... Нажать. А ты говорила, что она не холодная. Спасибо. Я думала, она теплая. Мы в море заходим, ребята. Слушайте, там голден аур. И можно волосами сделать вот эту береговую... Ооо, это всплыли сердечки. Вот она. Вот она все. Я хотела волосы откинуть. Сделай волосами. Райское наслаждение, блядь. Что, красиво? Ха-ха-ха, супер. Очень соленая вода. Надо пивом запивать. Ха-ха-ха. Ого. Красиво. А вот так красиво? Вот так красиво? А-а-а. Очень мне здесь нравится. Особенно компания хорошая. Да-да-да. Между прочим, я права. А, я думала, я про вас. И я про вас, и я права. Инстасанг поет, а? Это просто супер, если честно. Это просто мега класс. Можно вот такое видео снять. А-а-а? Блин, а просто очень интересно по дну пройти, да, камерой? Зачем? Что делает? Я нашел подводное сокровище. А-а-а. Обачки, класс. Тут как-то теплее. Мне кажется, тут либо кто-то есть, либо кто-то пописал когда-то. Браслет! Блядь! А что делать? Я считаю, что это знак о том, что мы сейчас надо уходить. Иначе мы уже все губы синие. Надо выходить из воды губы синие. Мы нашли ребят, или они нах. Уже парк закрывается. Мы на море. Блядь! А мы там катались. А-а-а! Блядь! Блядь! Мы на теплее, какие-нибудь водозрения оттел. Да, мы на теплее. Закрывающий. Закрываем. Мы на всех опасных прокатились. Мы тоже. Да. Мы только ждали вас, чтобы покатиться на рыжий и на голубой. Мы на туалете не катались. А как вы нас нашли? Пойдем на туалет. Случайно. Мы просто заходили тоже поплавать. В туалете четвером же, да? Смотрите, golden hour. А-а-а. Да. Мы пожарались, что еще бургеры уйдут. Что? Простите, мы поели. Бургеры поели. Ну, немножко, а? Бургер скрустящий. Макс, ты че их здравнишь? А я вообще две булки съел. Чисто без мяса булки съел. Макс, одну! А деньги-то у них были все это время, а у нас нет. Забыл про это. Меня же посвятили в это дело. Да, но проблема в том, что там денег вместо. Пойдемте, пожалуйста. Пойдемте с вами прокатимся на унитазе и на вот этих вот Пойдемте домой. Посмотрите, как красиво. Там вертолеты бутят. Да. А-4, скажите, пожалуйста, там важно дресс-код? Дресс-код, начиная сия. Не важно, я думаю, да? Все, спасибо большое. До свидания. Расскажи, пожалуйста, я не могу это говорить вслух. Ну, смотрите, мы решили позвонить забронировать место в ресторане. Идем в русском. В русском, да. Нам сказали о том, что у нас там стендап, все дела, поэтому вам нужно, чтобы прийти к нам, еще заплатить за билет, за вход, посмотреть, чтобы это стендап. Мы такие, ну ладно, давайте спросим, кто это. Там сестра Зайцева. Я такой, а сколько стоит? 500 дирхам, а это до хера, ну. Вот ты меня рассмешнила, рассмеялась. Я это что ответить? Ой, слушайте, да сейчас сказать Зайцева не стоит этих денег. Я в этот момент убежала, а что она ответила? Она сказала, мы все равно сейчас туда поедем. Ну, как бы, ничего, кстати, я не ответила. Она, мне кажется, так же считает. Я просто убежала, я боялась слышать ответ. Ну, потому что сестра Зайцева, Лада, это, какой-то шалун или как? Шептун. Да как его зовут? Я только выключаю камеру, а здесь опять экшен происходит, оказывается. Нет, это не эти сестра Зайцева. Там два музыкального. Короче, я не знаю, кто такие сестра Зайцева. Он не знал. Я поэтому так и ответил. Просто я их не знаю. А, реально, зачем думать, действительно? Это эти сестра Зайцева? Нет. Пойдемте, у нас время тик-так. В итоге Ян добазарился и нам сказали, что мы можем прийти максимум на полтора часа, чтобы покушать и свинтить оттуда, чтобы не заплатить много дирхам за выступление сестер Зайцевых. Ребята, котлеточка, ребята, с тюрешечкой. Я пожарскую котлету не пробовала никогда, а вы? Я будто бы тоже. Ну, знаю, будто бы, но будто бы не ел. Ладно, тяжело было сказано. Нормально, ничего, все нормально. Главное, чтобы вкусненько покушать котлетку. Котлетку-то я испробовать не успела. В чем же причина? Вон тут волоснюшка какая. Повар брюнет, как я. Мне еще и по морде заехали потом в этом ресторане. Ой! А потом мы слышим и видим, что позади нас стоят сестры Зайцевых и мило беседуют на веранде. А я очень люблю сестер Зайцевых. Но поскольку я сыкуниха, я не смогла подойти к ним, прервать диалог, и поэтому это предложил за меня сделать Ян. Хочешь, подойду? Здравствуйте! Вы мое детство. Можно, пожалуйста, так, для YouTube-канала моего? 5 миллионов подписчиков. Ничего себе! Мы вас просто обожаемые и звезды в Африке. У меня даже стикер в Телеграме с ним есть, и я часто им пользуюсь. Спасибо! Всем привет! Мы очень хотим на ваше выступление, нам скажут, что поздно еще. Мы ждем, пока все соберутся. Ой, у меня мурашки, все, я сейчас умру. Спасибо вам большое, спасибо. Мне было лет 5 с Комедикой. Лет 5? Ну, 8, наверное. Но мне сейчас 23, я еще маленькая. А можно с вами, пожалуйста, фоткраски? Блин. И это самое. А я уже забыла, я включала камеру, я знала, что хочу сказать. Я уже не хочу ничего говорить, я забыла. Все срезаются в это. Чем они для меня очень важны? Тем, что это мое детство буквально, вообще в смысле. И когда мы с папой дружили в моем детстве, очень близко были, прям лучшими друзьями с ним. Мы смотрели комедиклаб постоянно. Это он меня вообще на юморок подсадил. Это он меня веселил и смешил всегда. И нам очень нравился этот дуэт. Ну и нравится по сей день просто. Ой, просто сейчас телевизор-то уже не смотрится. И как-то это. Но Африки в звезд... Звезды в Африке. И мы смотрим. И там был Роман Юсупов. И мы от Юнусов. Кто, Роман? Все. Позерша. Это отволнение. Так вот. И значит, очень нам он нравился. Он очень нам нравился, потому что он очень хороший, очень добрый. Просто чем мне именно Роман близок? Он очень внешне похож на моего папу. И моего папу даже путали. Пару моментов таких было, что к нему подходили на улице и просили сфоткаться. Потому что путали его с Романом. Это прям очень тесно связано с моим детством. Сестры Зайцевы дуэт очень тесно связаны. И сейчас я, конечно, уже даже... Я даже пописать забыла сходить. Мы уже ушли. Не дождались их выступления, поскольку места уже забронированы. Уже не попасть. Мы сидели на веранде, кушали. Увидели Романа на веранде как раз. Он приехал на выступление. Но они сказали, что сами не знают, когда состоится это выступление. Должно было в 8 часов вечера. Теперь говорят в 11, а возможно и во всей в 12 ночи. А это через много времени. И мы уходим. Но у меня есть теперь видео и фотографии, и впечатлений. Полные штаны сейчас будут. Эмоции класс. Я очень счастлива, что могу испытывать подобные. Потому что когда вы ко мне подходите, и тоже у вас вот это начинается. И я понимаю, что вы чувствуете. Потому что я чувствую то же самое вот с людьми, которые для меня вот так близки. Как может быть я вам близка кому-то из вас. Кто меня узнает, подходит, трясется, плачет и говорит приятные вещи. Как что-то так вообще внезапно получилось. Вообще не знали, что они будут здесь выступать. Вообще не знали, что они в Дубае. Мы просто хотели покушать в русском ресторане. И все. С русской едой. С котлетками и пюрешкой. И с волосами, разумеется. Кстати, из чека мне не списали. Знаете, я заплатила за эту котлету с пюрешкой. Мне просто принесли новую. Без волос, наверное. Я не всматривалась. Просто поверила. Но в целом все равно хорошо. Здравствуйте. Ян теперь едет и переживает. Да, на самом деле мне стыдно за мои те слова. Но я действительно просто их не знал, как они называются. Да, он их знал в лицо. Я их знал визуально. И он подумал, что речь вообще о женщинах идет. А о каких неизвестно. И не то, что они неженавистник. Просто я не знал. Просто, да, у него вообще не было в голове понимания, что это комики. Да, из комедий клаба еще. Sorry. Мы вернулись в номер. Но я все еще себя нет. Я все еще вне себя. Да? Дело в том, что я вообще, блин, просто, ну, проебалась страшным образом, ребята. Мне прямо плохо. Я, во-первых, сказала, что он Юсупов. Ну, хотя бы не ему, а вам. Блядь. Но я не знала его фамилию, блин. Но не знала. Я, кстати, не знаю фамилии Кати Клэп, чтобы вы понимали. Ну, в общем, блин. Да, неловко. Да, неприятно. Но, блядь, еще хуже есть ситуация. Я ему сказала, что я вас с пяти лет смотрю где-то. Ну, потому что я помню, что я вообще вот с такого вот, вот с такого вот возраста смотрела. Ну, мне не пять было тогда, наверное, а семь-восемь. И он еще такой с пяти лет. Они в 2005-м только были созданы, дуэт. И то там другие люди, как я прочла в гугле, были в составе дуэта. Мне теперь очень стыдно. Меня никто не успокаивает. Да, ничего стыдного. Успокойся, все хорошо. Чего там стыдного такого? Ну, вот ты же сказал, что, ой, да, он удивился, когда ты сказала, что в пяти лет. Ну, и что, от того, что он удивился, что теперь стыдно, что ли? Да! Ну, я просто какая-то наврала, понимаете, ему? Нет, он понимает, что ты в таком охуетье, в таком охуетье, в таком, что ты, у тебя все перепуталось мысли. Да, он это понимает, просто для него это прикол. Спасибо большое вам, всем, все, спасибо. Это для него прикол. Ну, стыдно, я еще и Суповым его назвала. Ну, нормально? Ну, ты же не подошла к нему и сказала, здравствуйте, Роман, и Супов. Был бы прикол, конечно, надо было на спор так сделать. Ой, бля, падает чуть-чуть, просто не это. Ну, вот лежит здесь уже несколько дней чемодан. Да, что-то вот лежит. Ну, да, и лежит. А я думаю, ну, хорошо здесь, он отдыхает. Как и мы. Хотела показать. Нихуя, это мой. Утих, утих. Развешиваю. Ой, я не думала, что он будет мой купальник развешивать, боже. Давай я пальню шоу. Да ладно, я уже начал. Смотри, как эстетично. Вешай эстетично. Ладно. Ну, эстетично. Барселона. Бацап, бацап. Подожди, ты так вешаешь? Ну, так вот, да, туда. Блин, ну и чё. Да нет, блядь. Я переделаю. Так, женщина в доме покажет. Мне просто руки в чипах, но никому не рассказывай об этом. А, да, мое полотенце, спасибо. А, это твоё, бля, я думала, не твоё. Знаете, ну, главное не раздерпание только, блядь. Какую? Ну, это сушилку. А то она еле-еле сопляку держит. Все нормально, спасибо. Да, спасибо вам. Мне нравится жить вместе. Это очень по-доброму. Здесь все предели. Все пердели. Куда в деле мою нитроджину ушёл? В общем, очень это интересно оказалось пожить вместе. Такого ещё не было. Вот твоя нитроджина. Вот твоя нитроджина. Я тебя доставлю. Прости. Из жопы доставлю. И ещё не проснулись. Доброго утра. Сколько времени, блядь? Час дня? У меня подушка отхерачила. Время проснулся. Чё? Он мне подушка отхерачил, а я проснулся. Он такой, вставай, я жду, блядь. Макс? Блин, а мы это даже не засняли. Сегодня шоппинг. Сегодня что будет сегодня? Шоппинг. Шоппинг? А у нас сломана посудомоечная машинка. Просто сломанная была. Мы вот теперь размышляем. Возьмут за нас... Ой, возьмут... Блядь. Возьмут с нас за это деньги или нет? И вот я буду мыть посуду. Потому что накопилось много. Блядь! Потому что все думали, что машинка работает. И мы копили посуду. И всё уже засохло на ней уже три дня. И выяснилось, только когда она набилась полностью, что она не работает. Перчатки у меня не потому, что я за маникюр беспокоюсь. Потому что я их призрила. Ведь она не женщина. Она посудомолька. Ребятки, а на кой хер мы не мыть посуду, если нам сейчас доставят завтрак в этот... Мы просто завтрак заказали. И слава богу, я сейчас подумала об этом, когда только одну ложку нам выдела. Не надо мыть посуду-то сегодня. Потому что мы завтрак в этот раз заказываем, а не готовим. Но всё равно чашки надо помыть. Ведь она не женщина. Она посудомолька. Блядь! Ой, пудетка. Ведь она женщина, не женщина. Посудомолька. Блядь! Всё нормально. Ну, у тебя тут что-то валится, падает, что-то пукает. Я думаю, мало ли, вдруг в Юнигелл. Хочешь помыть? Блядь! А что такое? Что из хокки? Я еб**у, блядь! Всё-таки надо было в постановле. Мне кажется... Ой... А сколько это стоило, кто-нибудь знает? У меня сорок. Это сколько? Да хера... Блядь, заставила считать. Это семьсот лет. Семьсот лет. Чего? Я больше не буду кушать такое. Я тоже. У меня шестьсот с чем-то. Как говорится, вы знали, куда вы ездили. Ну. Здесь за съёмку в метро руку отрубают. Сыршите. Мы экономим деньги перед походом в самый большой в мире торговый центр. Едем на метро. Мы доехали. А можно взять интервью? Вы здесь зачем? А, не знаю. Ну, я за айфоном. Вы захотели, я так хотел. А я за сувенирами. За Bad Bad Works. Не, сувениры. А Bad Bad Works? Сувениры. Класс. Это адвент календарь. Да, это адвент. Ептой, давай маме твоей подарим. Это же с ума сойти. Давай твоей маме подарим. Будет она это любить? Она будет это любить. Она любит Гарри Поттера очень. А это адвент календарь с Гарри Поттерчиками маленькими. Ептой, я тоже такое хочу. Я не люблю Гарри Поттера, но это я хочу. Ребят, мы адвент календарь нашли с Гарри Поттером. Календарь с Гарри Поттером, Фанкопоп. Похоже. А это Северус. Северус. Сиривус. Ну нет, это Егор. Да, я Сиривус. Так что забыть про этот туалет на 30 минут. Фанкопопы, смотри, Ян, Егор. Какой аппетит. Бля, я дикором себя чувствую здесь. Смотрите, это микроштучки. Ёпта, ёпта, Шуга из BTS беру. Эрон, который закрывает ворота, кристаллизованные. Я смотрела чуть-чуть. Эрон, Егор, кристаллизованный гигант. Шуга. Я еще хотя бы монополию хочу найти, мне интересно посмотреть, какие тут монополии есть. Игра кальмара есть. Вау, реально. Игра кальмара. С Гриттендар? Я стану жить всегда в своем маленьком городе в России. Я нашла черепаху на унитазе. Я вот это хочу. А где это? Махнатка нравится? Да, красивая. Идешь, идешь, и непонятно, что большое пространство. А потом вот так. Люб твою, это что это? Это что-то такое. Так, писать хотели или что? Пойдем. У меня ПП Макдональдс здесь получился. А давайте попробуем. У меня грибной бургер. А у меня тренер Света. А это мы и едем. С Бобой. И Вибай. И Воблой. Нет, реально, слушайте, прямо на машине ездим по торговому центру. Водитель разговаривает по телефону, дезреспект. Просто едем. Да. Нет, всем назвать. А как ты решил? Класс! Никогда такого не видала. Ой, слушайте, аж оббывает ветерком. А если вот так, смотрите. Вот это экшен. Прямо колеса. Смотрите, а это мы катались, но туда-пот она. Ой, блин, царапнула себя пакетиком. Но ничего, приятно. Пакетик Басмин Боди Ворк все-таки. Мне ему в***ть. Уже покраснело. Да, видно. Вот, блин. Мы с ребятами опять разбрелись, но уже по собственному желанию. Шарахаться по своим интересам. Это мои самые любимые конфеты в мире. Я уже чувствую, это пять тысяч стоит. И сейчас мы собираемся встретиться. А мы зашли в такой магазин, в котором была одна из недостающих фигурок для Яна. По-моему, вот это секс-символ, нет? Чимин. Это Федюк. Это из тиктока. Просто в том магазине, в котором их купил Ян, они находились в объеме трех штук, трех человек. А вот в том магазине, в котором мы были случайным образом, между прочим. Ну как случайным, там просто игрушки всякие. И вот там еще был Чимин. А Чимин, по-моему, вот я думаю, это правда секс-символ. Но это какой-то очень крутой вообще, совсем очень, бля. Ну потому что я его имя даже знаю. Мы же были в таком магазине. А я в другом нашла. Блин, тут спасибо. А больше не было. А кто секс-символ у них? Чимин, Чимин. А, и Би еще. А, Би, это который русского фольклора. Би. А я вот несу свои покупочки. Видите эти отметины? Да. Мы ходим уже сколько часов здесь? Часов пять, наверное, может. Сейчас десять часов вечера. Мы приехали часа в четыре. А вы устали? Да. Устали. Отдыхаем после шопинга. Смотрим фильм. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А, решил ко мне лезть, ты? Засранец. Мне очень понравилось, когда Козловский вышел. Это Бурж-Халифа, самое высокое здание в мире. Да, Вить? Да, Вить? Это память твоей письки. Бля, это что ж такое? Ребята, сейчас будет распопопка. Мы уже дома? Блядь. Кека, иди сюда. Подавился, он подавился. Ой, господи, блядь. Вот мы уже дома, и уже опять. Что не день, то пиздень, ай. Решила показать вам, когда приедем уже домой, потому что боялась сглазить. Показав там, вдруг не хватило бы места в чемодане. Вот, ну, правда, не хватило бы, в итоге места в чемодане. Мы купили новый. Специально под вот это. Самое первое, что мы приобрели в ларьке на улице, это вот это. Я подумала, офигенский сувенир, учитывая еще то, что он был на улице все это время. То есть он вот даже такой, немножко, да, знаете, грязная на ощупь, как засаленная слегка. Потрогай. Да, я трогал. Да, есть такой? Да, да, противненький. Вот, я подумала, вот отлично, это частичка Дубая. Там песок налетел на него, припорошил, да. Шевелюрка грязная. Это у нас, значит, как его? Дерблюд. Я даже не знаю, на самом деле, кому мы его купили. Ну, изначально мамам было. Ну, да, а потом оказалось, что он вот такой вот. Он звучит, как радио в пустыне, знаешь, которое теряет связь. Вайбоба. А в том волшебном магазине мы не взяли для мамы-кавалера адвент-календарь с Гарри Поттером. Это же с ума сойти. Давай твоей маме подарим, будет она это любить? Когда мы увидели Пуклю, мы подумали, что это лучше, чем адвент-календарь. Ой, блядь. Ты ее спиной держишь. Со вспортом, блядь. Это спина, да, вот так должно быть. Себе я в том магазине ничего не нашла. Зато нашла то, ради чего. Ну, не только ради этого, но в том числе очень сильно ради этого я ехала в Дубай. Барсон Боди Воркс. Свеча, пахнущая маршмеллоу фаерсайд. Тоже хочешь? Ну, походу, понравилось тоже. Маршмеллоу на самом деле нифига не пахнет. Пахнет просто чем-то слипней с жопа, как я и люблю. Ой, ударила чуть-чуть. Если вот так сделать, то пахнет углями гореленьким. Сладко-горелый запах. Вкус. А ты куда пошел-то? Еще такая свечка. Маленькая. Но не потому, что зажмотили деньги, а потому, что места не хватало в чемоданах. Так-то я бы взяла больших. Очень много было бы в Моя Воре, потому что, если раньше, когда у нас был этот магазин еще, у нас большая свеча стоила 3,5 тысячи, то там большая свеча стоила полторы на наши деньги. Еще берешь 3 и 3 в подарок. Еще берешь 3 и 3 в подарок. Ну, мы взяли 3, но в подарок 3 свечи не взяли, потому что не было места. Ни в чемодане, ни в квартире. Вот эта свечка пахнет зимой. Так и называется линтер. Мы сначала, когда понюхали, подумали, что это пахнет морозцем, а потом, когда оказались дома, поняли, что пахнет холодным мандарином. Вот этот вот свежачок, который дает снежок. Да, кожуркой мандариной пахнет, очень вкусненько. Я еще Олегу такую купила. О! Б***ь! Ладно, это будет моя. А это я Олегу, значит. Наверное, рядом с чем-то лежала, оба что-то обтерлась. Мы же в сумке в рюкзаке вывезли их. Может быть, что-то доставали. А? Ну, ничего страшного, ее можно поставить у тебя другой стороной. Реально. Мыло еще вот такое. Это которое... Вот, блин, хочется продемонстрировать. Оно как-то выглядит? Да. Как выглядит? Ах, еренна. Пенится. Понюхай самое главное. О, это пахнет что-то кокосное. Кокосовый? Снежок. Снежок. Ой, как я люблю. А потом руки помоешь, еще они пахнут. Минут 20. Очень вкусно. Ну, вот это вот я показывать вам не буду. Я же не садистка все-таки, да? Какие шортики? Блин, я думаю, это вообще чемодан с сувенирами. А тут твоя одежда... Я просто проложил одежду, чтобы ничего не разбилось, не помялось. Ага, тоже. И персонал, мы думаем все время. Ни хуй я себе. Оказывается, он мою кружку спасал со всех сторон. Напихав туда свои одежды. Блядь, прикиньте! Это же охереть! Я же вообще... Все, у меня сдвиг по фазе. Сдвиг по Кингу Стивену произошел. Я обчиталась уже. Книга Оно меня покорила. Я вообще боюсь вот этих вот ужастиков. Но это же так красиво. Господи! Она весит, наверное, килограмм, а то полтора. Она очень красивая. И вот, несмотря на то, что он стрёмный ужас, но кружка сама по себе такая красивая, что я... И я даже не знаю, когда-нибудь буду ли я из неё пить. И смотреть на неё не сильно хочется, да? На стол, на видное место ставить. Как-то немножко пугающе, да? Но я всё равно очень вот... Когда я её увидела, поняла, что... Ну, я не... А как же мне... Ну, это же вообще потому что... Просто, я не знаю, я такого не видела. Ну, чисто зашли в магазин, знаете, и там вот в магазине вот такое продаётся. Ну, ёптую мать, обосрёшься. Страшно красиво. Ещё, капец. Если вы смотрели видео, где я крашусь, я там жаловалась на то, что у меня плампер для губ, после которого мои губы разбарабанены по саммебалусь. Я там даже продемонстрировала, как это выглядит. Вот он закончился. И мне в комментариях какая-то девочка написала... Какая-то обалденная девочка. Что от Too Faced есть лип инжекшн. И вот сказала, что это единственный плампер, который сработал на её губах очень сильно. Щипал зверски губы. Вследствие чего они разбухли на пол лица. Нашла в дубаях. Ну, да. Очень больно он. Действует. Больнее, чем тот мой плампер. Хотя я думала, что больше подобного не существует. Обалденная штуковинка. А ещё мы зашли в Pull&Bear. Раньше удивлялась тому, что я вот как-то так внезапно очень сильно начала читать книжки. Но оказывается, я способна ещё и на то, чтобы смотреть захлёб сериалы. Чего я не делала никогда в жизни. Особенно подобные сериалы. Такие как Очень странные дела. Я посмотрела все серии доступные. Все четыре сезона. Была в адском восторге. И в Pull&Bear. Вот в Pull&Bear продаётся. Точно в таком же главные герои были в сериале. И вот у меня такого не было, чтобы я... Наверное. Нет, точно такого не было. Чтобы я, посмотрев сериал... Это вообще очень редкий случай в моей жизни. Чтобы я сериал смотрела. Купила себе мерч. А знаете хопера из сериала? У меня есть с ним фотка. О, вот это я завидую. Очень сильно. Это папе моёму. Да, мы подарим это папе кавалера. Мы не совсем, конечно, уверены, понравится ему или нет. Ему понравится. Но взяли, потому что он делает вот так. Это его попа так дрыгается. Я объясню почему. Мне однажды мама привезла кота, который танцует и поёт всякие советские песни. И папа у меня его отобрал и сказал, что это будет мой. И ему очень понравилось. Единственное, что ему может не понравиться в этом персонаже, что у него песни заграничные. В остальном, как подтанцовка для кота, отлично подойдёт. А мне просто нравится. Да. Я просто хотела бы себе. Ну вот это обосраться, конечно, уже. Нажраться и обосраться. Обожраться можно. Реально, это... Ну, это... Емкость для еды. В комплекте с палочками, чтобы есть. Из PowerPuff Girls. Это подарок Олегу. Потому что он любит PowerPuff... Пав... Их. Очень любит. Я, кстати, даже не знаю, на самом деле, почему надо будет у него спросить. Мне кажется, он опизится от радости, если честно. Мне тоже нравится. Мне очень нравился в детстве мультик. А чем вот? А прикольный. Просто клёвый мультик. Не, я думаю, что у Олега есть какое-то прям философское объяснение. Да. Мы уточним. Куда делать-то, чтобы это было безопасно? Ну... И тебе в руки дала. И вот это... Это ручки. И причём они такие... Ну... Тяжёлые. Не испортили? Нет. Мы нашли только две гёрлы, потому что почему-то третий просто нет нам сказали. Просто нет. И это от бренда Typeo. Типо. Тупо. И это бренд, который я заказывала на сайте Asos, пока он работал у нас. И именно из этого магазина... Вот. Это я с Asos заказывала. Первая жопная кружка, которая у меня появилась, была от этого бренда. Этот бренд продавался на сайте Asos. Короче, очень... Я вообще... Просто... Ну это... Мне очень... А, это тоже Олегу. Гёрлы. Нафиг ему, наверное, не нужна ручка-то, но... Будет любоваться. Мне тоже нафиг не нужны ручки, но у меня много прикольных... Как-то он не пишет от руки. А куда ему... А ты от руки пишешь? Да. А, ну ты ведёшь ежедневник. Таких, как ты, мало. Ещё из сувениров у нас ни одного магнита. Вот почему интересно узнать? Потому что мы нестандартные. Нет, потому что когда я хотела зайти за магнитом, никто не хотел за магнитом со мной сходить, а одна я не пошла. Я сейчас потом объясню, почему. Есть объяснение. Но у нас вот из сувениров для родителей ещё есть такие вот верблюды на ёлку. Ой, ё-моё! Ещё Олегу-то в этом же магазине мы нашли календарь. Вот такой. На 23-й год. Я, короче, завидую ему. Мне вот прям нравится. А вот и причина, по которой я не заходила одна в магазины вообще. И за магнитиками в том числе. Это зажигалка, которая ещё какая-то, знаете, блатная. Она горит. Ну, светится горит вот этим всем. Как её использовать? Нажать на кнопку надо, да? Просто нажать. Нажала. О, и она начинает вот это... Туда нужно сигарету пихать, что-то такое прижечь. Она там под... Это самое. Ещё нужно её заряжать. Короче, вся из себя такая крутая. Это моему дяде. Потому что он курит, к сожалению. И потому что он коллекционирует зажигалки. И вот когда мы эту зажиг... И вот когда мы эту зажигалку увидели, я давай сразу верещать. Ой, как круто! Ой, как мне... Там ещё рядом с этой зажигалкой куча всяких висюлик, брелков, каких-то песок в банке дубайский. И я чё-то всему восторгаюсь. Мне так интересно стало, так прикольно. И вот я хожу, кричу в этом ларьке. И ребята разговаривали с этим продавцом. Он надо мной хихикал. И говорит, значит, ребятам, вот если бы она была одна без вас, ну, потому что я не разговариваю по-английски. А ребята разговаривают. Ну, и выглядят, очевидно, умнее меня, да? Так вот он им сказал, если бы она была одна, я бы эту зажигалку продал ей в два раза дороже, чем она есть. Потому что ты видишь каждый предмет и делаешь так... Класс! Хочу! Это! А они видят, что человек так себя ведёт и сразу такие... Опа! Наш клиентик! Ужасно, мне так обидно. Я просто хочу радоваться. И я после того, как услышала это, когда мне ребята перевели, что сказал этот продавец, мне стало так грустно. Я подумала, ну, не буду, значит, радоваться. И ни хера не будет жить за меня. Я продолжила... Хотите радоваться? Я продолжила хотеть и радоваться и... Сделала это в магазине Сефара. Знаете, как это вышло? Я просто зашла в магазин Сефара, увидела кучу всяких помазюк на лицо. Очень в красивых упаковках. Много брендов, которые от нас ушли. Очень сильно обрадовалась. И давай кричать опять там от радости. Ну, не прям на весь магазин, просто я... Ой, как здорово! Ну, вот это у меня начинается. Ой, ёпт. Ну и всё. Консультант меня заметила. И как привязалась, блин, к нам. Как давай мне предлагать кучу кремов каких-то от Шанель. А, это, кстати, тоже от Шанель. Она просто крышевала вот эту стойку с Шанель. И давай меня мазать этим маслом. Тут этим кремом. Здесь пшикнула этими духами, этими, этими. Я говорю, I just looking. Ладно, это не я сказала, это кавалер сказал. За меня ему говорю, скажи, что мы просто смотрим, пожалуйста. Но она всё равно за нами по всему магазину, короче, ходит и мажет меня, и мажет, и мажет. И говорит, вот здесь вот это понюхай, смел, вот это, блядь, это нахуй. Пиздец. Ну, короче. И мы говорим, да не надо, нет-нет-нет, спасибо, сэнки, не надо. А она говорит, о, у меня есть спешл форт Дюбай аромат. Коко Шанель Нуар. Говорит, вы не найдёте больше нигде этот аромат. Он специально для ОАЭ сделан. Ну, я подумала, зашибись. Наверное, будет здорово своим тётикам в подарок привезти это. Ну, маме там, её подруге лучше. Короче, да? Ой, блядь, да что ж такое ты делаешь-то? Ну, в общем, женщине удалось заинтересовать меня аж на почти 30 тысяч рублей вкупе. Я, по-моему, вообще не знаю, понравятся эти ароматы. Моим женщинам не понравятся. Может, продать их, купить другие подарки тоже хорошие? Ну, чё, нормально получится. А, ещё маме я вот купила Пандору. У меня есть такой прикол. Я в Японии маме купила шармик. В Дубаях я купила её такой шармик. Здесь написано Дубай и сердечко. Ну, такие, соответственно, тоже только в Дубае продаются. И на Алиэкспрессе, наверное. Мама у меня вроде уже давно не носит, на самом деле, браслет от Пандоры, но на всякий случай решила купить сувенир. Потому что магниты не привезла даже, представляете, ни одного. Даже если будет на полке лежать. Ром приятненько. Ой, эксклюзив. И папу своего отчима, на самом деле, просто я его зову папу, и без подарка не оставила. Вот такую футболку. Феррари. Боже. Ну, это вот антисептики из Bath & Body Works. Антисептики оттуда у меня были всегда. И они очень вкусно пахнут. И вот если ты ими намажешься, обработаешь руки, люди в диаметре пары метров начинают оборачиваться и принюхиваться. А кто-то даже спрашивает, ой, а чем так вкусно запахло? И крайний мой подарок самой себе. Я всегда любила Вэнс. Я устроилась на работу в 15 лет для того, чтобы накопить себе на кроссовке Вэнс кеды. Вот. Очень я люблю. И вот там я нашла вот такую вот очень плотную на ощупь. Очень красивую на вид футболку. С мусорными баками! Я восхищаюсь людьми, которые придумывают что-то такое. Это ж надо было догадаться. С мусорными баками сделать. Перчишь еще чего-то. Оставишь пертишь. Специи? Солишь, пертишь, перчишь? Мы будем пельмешки кушать со сметанкой. А зачем? Не знаю. А потом что? Плавать 20 ски. С полными кузами пельмений. Ой, б***ь. Когда закипим и всплывем, еще 6-7 минут поплаваем, и все. И можно доставать. А вам не кажется, что мы извращенцы? Да, мы уже лютые извращенцы. Придели в Дубай жрать пельмени Миратор. Ты про это? А про что еще? А я думал про вчерашнюю ночь вчетвером. Да, Ян, когда ты решил встать на голову, я чуть ни хуй ел. А когда мы решили запустить многоножку? Да. А вы с кем были? Кто был четвертым? А, ты по чем-то была в сфере? Сюжет для фанфикаревика. А это как, просто колени? Просто колени? На пятку. А если я? А руки опусти. Опусти руки под воду. Из-за того, что ты ее раскачала, из-за этого ты просто болтаешься. Танцуешь. Нет! Ну, можно. Давайте. И? Стольчик? Ага. Минуту? Да. Сидите. А реально, как на столе, ащиные. Давайте, я тоже. Ой, блядь, сучу не. Прошло 30 секунд. Ух, ух. У-у-у-а-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си. Сейчас, не могу. Ай. Ай. Ай, ты на тебя! Ай, ты на тебя! Вау! Егор, когда он всё с толстого Во! Смотри, смотри, ещё попадёт ещё! Да! Она попала! Субтитры сделал DimaTorzok А это мне спасибо! М-м-м! Бескусненькая такая! Я люблю такая! Как хлебец! Мне тоже нравится! Нахуй! Я начала падать, что ли? У меня понос! Я с отравлением! И сейчас я буду ещё раз усираться Потому что мы будем смотреть выпуск с Настей Влени Который мы не смотрели ещё Я не помню, что я там говорила Потому что очень нервничала, когда я снимала Вот! А когда-нибудь был здесь поносом? Поноса нет Нет Ну, чтобы посрать, конечно, было У меня было, когда он травился горкой Аааа! Реально? Да Всё, значит, вы следующий день Пиздец тебе, чёрный плащ! Одно у тебя было отношения? Да не, он просто сосед-сталкер Хочешь поговорить об этом? Спасибо за олимпадение, я обращусь Пойдём лучше тебе поговорим Актриса tenía С storing Битцы правда Вишек вот такое Рыгер Было сколько лет... Настя, ты развеешься на меня? Я не взяла свои палочки! Всё, зачем мне? Выводит? Человека спрашивала? Здравствуйте, доброе утро, всем приветствуем! Ты просто взял и нажал на одну кнопку, выключил и продолжил спать? Да! А? Да-да, вставай! Да! Скорее, пока у меня понос не начался, ребята, нам нужно успеть уехать! И мы поехали в страшный парк аттракционов. Страшных аттракционов. Людей не слышно и не видно. Мы приехали в Феррари... Вот строят. Мы приехали в Феррари парк. Это самый... Какой? Что? Самый быстрый аттракцион есть, который... В мире? Да. Разгоняется до 250 км в час. И еще... Мы... Ребята, людей вообще нет. Они либо все на горках, либо их просто нет. Они что-то поняли. Может быть, просто здесь настолько страшно, что сюда никто не ходит. Мы зашли вовнутрь, но здесь все еще пусто. Люди, три штучки. В горке это всего лишь превращение... В потенциальной энергии... В потенциальной энергии критической. Вероятной смерти здесь всего лишь... Один в 150 миллионах. Так что не бойся. Откуда это? Из пункта назначения. Кстати, там все умерли. Нет. Не все. Нет, там все-то все умерли. На горках не все. Мы очень рады все. Да! Макс уже обоссался заранее. Очень сильно рады мы. Что работает Террари парк. Самые быстрые горки. И ощущение свободного падения. Очень рад, что все работает. Что мы обязательно покатаемся. А тут горка шатается. Ничего? Очень шатается. Дайте питание. Самое быть не должно. Это нормально. Я не знаю. Как круто жить. Она правда шатается. Ну тогда это горка, я считаю. Идем на самую быструю в мире. Крутите. А у вас вестибулярный аппарат на эфире? Да, у меня вообще все пи***но с вестибуляркой. Ну нормально. Ладно. На самом деле это была не самая страшная горка, а просто одна из многих и одна из немногих, где мне удалось снять видео. Потому что на всех остальных у меня изымали камеру. на эту я смогла ее протащить в кармане. Покажи. Мокрые ручки вспотели у меня в воду. Покажи. Ну не надо вытирать. А ты вытер уже. Смотрите сейчас, что будет. все с вами. А мы следующие. Это та, которая шатается. Ну вот. Ну вот, верно. Блять, я боюсь, но очень-очень. Всем пока. Ты будешь орать? Ори. Класс! Это просто клево! Это очень круто! Я даже не страшно думала, очень весело! Я ничего не поняла вообще! Вон там мы были! И потом вот так вот! Раз! И обратно! Ну как вам? Это молодецкая горка! Я думал будет страшнее! Мы больше боялись в очереди! Да-да-да! А знаете, что стоит бояться? Что это лишь только разогреть! И нам всем полная пизда на следующую горку! Это самая быстрая! Ёх твою мать! Ой, я не хочу! Ой, как классно! Как вам? Она выглядит не страшно! Да! Вот мы не понимали, где люди! А они, оказывается, все здесь! В очереди на эту горку! Ребята! Ребята! Решили! Сколько стоило? 600 за четыре! Но если бы мы отстояли всю очередь! Только на одну вот эту горку! А она спереди! Ой, я плюнула после шурмы сейчас так сильно! Мы бы потратили час на ожидание! Ой, ребята! Даже стыдно! Даже стыдно! Проходите! Вам не стыдно проходить? У меня волосы запутались на этой горке! Мне не разрешили снять! Но я сняла последствия тогда! Колтуны! Ой! Ой! Красиво! А? Я купил себе тачечку! А ты рулишь, нет? Чуть-чуть рулю, но пока что вот маленькая такая тачечка! Вот чуть-чуть рулю! Нет, ты рулишь! Ой, ***! Такой вот тур по Италии! А, это Италия была? Да! Или итальянские достопримечательности?! А, я хотела Дубай! Это Ferraro, это же итальянская машина! Б*****! Поэтому здесь и итальянская кухня! Ооооооо! Вау! А почему мне? Мы не поделились такой информацией! Я могу честно сказать, Потому что я думал, что это и так все знали Вы знали? Мы должны были что-то около 11 проснуться и в 11 уже быть на пляже Это так ребята придумали А ты уже на пляже? Мой дак твой, будь здоров! Я тут пляшу от радости Чего? А это кому? Ой, сосиски, это не мне Бесплатные панкейки, раз А почему бесплатные? Ну они входят, как бы бесплатные Скакают хомлету Ребята, пиздец! Мы заказали... Что это такое? Айхаб это очень популярное место Кушать будем все? Айхаб это очень популярное место в Америке Там бургеры, панкейки, сэндвичи, вафли В общем, много всякого дерьма жирного Я просто очень хотела панкейки попробовать американские Каждому по два Каждому по факту Реально Ребята, у меня уже второй подбородок Это просто отеки От чего? От аквапарка? От соленой воды Я не пью воду соленую Я хотела пообсуждать с вами Я думала, вы будете в кадре Я переставляла камеру для этого В итоге вас не видно Я увидела только второй подбородок свой Я хотела с вами пообсуждать Как вам вчера? О, бляжий кофер Спасибо Ну, кстати, я думал, что Феррари парк Это все-таки будет такой прям парк Парк акционов На открытом воздухе И так далее Да, я тоже так думала Мне казалось, что это будет масштабнее Мне казалось, что это будет гораздо масштабнее А мне ничего не казалось Потому что я заранее прогуглил Знал вообще про этот парк еще два года назад Ну, я тоже знал Ну, я прям знал, смотрел Хотелось побольше музыки Какой музыки? Ну, музыки, песни Песни? Да Ну, просто, чтобы настроение было какое-то На фоне печь Там же и так, вон там девица в юбочке Видела, какой ты танцевала? О, я хотел сюда зайти Там есть две-три суперские горки, крутые Но на этом все как бы В остальном, если тебе интересно Как бы погрузиться в мир вчера И посмотреть Италию И вот эта вся тема То это клево А насчет Экшена Ощущений на горках? Ну... Горки классные, но и в три Ну, а у нас сразу же В наших парках аттракционов больше, чем Три страшные горки Ну, ладно, да Ну, мне, если честно кажется Если приехать на Диво остров То можно больше острых ощущений Там можно обосраться А я размышляла Вчера ходила Я подумала, что я боюсь Господи Мне страшнее на наших горках Из-за того, что есть дополнительный страх Что они нахрен сломаются Да, я вот так и думала вчера То есть тут как будто безопаснее Хотя это, блин, не честно так думать И это неправ... Да Наверное, это неправда Подумаешь, у нас ракета в Питере оторвалась с людьми? А у них горка шаталась вообще Панкейки Я американские никогда не пробовала Особенно в Дубаях Ой, какие они мягонькие Вы трогали? Нет Они какие-то неживые вообще Что-ли? Ребята, это так не должно быть Я буду превратиться в монстра Так не должно быть Ну ладно Это просто такая структура панкейков Так что это нормально Она без вкуса Так она ел же Что-то я не поняла, юмора В смысле? Ну я не пойму, зачем это все Это кленовый сироп? Да, пахнет кленовым Вкусные панкейки становятся только тогда Когда ты, ой, сжахнешь масло и сиропа Ну да, это типа как база Типа как бисквит, который ты дополняешь чем-то Пи***ц У меня уже плющи на жопу здесь появились Всем приятного кита Мне кажется, у нас у всех Нет? Не знаю Не знаю, я ночью проверял, вроде у всех Не, я не понимаю, я такое не кушаю Ну ты же вот А потом Я отравилась, ребята, у меня понос Это бы так с утра Идем, говоришь Напугал Я подкрасилась Я подкрасилась Потому что мы приехали сейчас в очень красивое место, наверное Пока непонятно Но на картинках было красиво Я очень туда хотела А вы Тоже? Еле заставили их Да, внутри красиво Хотя пока мы сюда ехали, так и не скажешь, что здесь очень много зеленого Наверное Здесь все деревья сюда привезли Наверное, да Не было вообще ничего зеленого по дороге Ёб твою мать, я же говорю Очень знаменитое дерево кони растет только В этом В стране коней Я приехала сюда, чтобы понюхать цветы Это правда Правда, я сейчас чувствую только запах сигарет почему-то Да Просто мы однажды проходили здесь просто по улице И просто очень сильно пахло Кстати, от этих цветов Вот такие же там были на полу А, значит, не эти же, эти не на полу растут В общем, пахло очень сильно Пахло очень сильно и очень вкусно Я подумала, что если мы придем в парк цветов То тут будет пахнуть Че-то пока не пахнет, да? Но ехали мы по пустыне какой-то Ни одного деревца, ни одного цветка Все сюда перевезли Ёб твою мать, красатища какая Красиво Ой, красиво Да Мы купили кокосы Пахнет странно очень Вау Вкусно Вкусно Тебе нравится? Да, попробуй Попробую Ладно, это вкусно кокосово А сказал, что он не любит Да Это вкусно, реально И совсем не тем, как Охереть Мы изменили жизнь Яну только что Он сказал, что он терпеть не может кокосовую воду Ребята Ой, птички Все трепещут Ой Ты глянь Там вообще виды открываются Ой Реально Ну что-то я не чувствую запахов Я хотела понюхать Не нюхается, да? Но помнишь, мы шли по дороге И там было совсем чуточку цветов Из земли торчали И как пахло А можно? Да Они вообще без запаха Их уже снюхали все Вынюхали Вынюхали цветы Не пахнет Я прям в полотно сейчас не пахнула А я думал, здесь будет много пчел И мы будем от них бегать Да Да господи, хоть бы пахнуло хоть чем Так вообще не пахнет Да чуть-чуть пахнет цветами Нормально, да Но здесь же их столько много Они, наверное, благоухать должны А если они не настоящие, да? Я же говорю, все искусственное Может, не каждый понять О, послана, ребята Ну вот это прикольно Вот это мне нравится Ребят Мне купили вот такую волшебную палочку Класс Сейчас буду делать шоу Ага Я сказала, что сейчас буду дуть пузыри А Макс говорит Ты что, сюда приехал? Только нюхать и дуть? Ребят, на меня дождь капнул сейчас Мне тоже Первая капля в Дубае О, я тоже Э? Глядом, когда уезжают заходки О, нифига У меня аж мурашки По ветру, по ветру нужно Ага А хотите тоже? Фу Тут же можно трюки выполнять Самые лучшие вейп-трюки 2022 Вы вообще это видели? Анастасия Пузырядзе Только я в легком возмущении Потому что что-то я сейчас этим всем занималась И никто вообще даже ни рот не открыл Ни глаза не расширил В смысле? Никого не впечатлило Но это же впечатляет Мы нашли еще один восторг Я в ТикТоке такое видела Я вообще не хочу мороженое Но ради этих впечатлений Съем его Ньютер Анетка так же умеет Класс, вы видели? Оно вкусное? Кусто? О, как я в восторге Какой мне в восторге Ну как вам? Понравилось? Чего вам что? Что именно? Цветы Да Вообще Не, мне реально понравилось Очень прикольно Мне тоже понравилось реально Мне да И очень прикольные всякие есть развлечушки А ты ничего не скажешь Да у меня у бабушки огород был большой Я ничего нового не увидел Мы уехали за более яркими впечатлениями Более глубокими Мы оказались вот здесь Это на крыше, ребят Ой, ёпки пропал И здесь идет футбол Нихера не слышно Я не могу плавать Потому что мне повезло Родиться существом женского футбола И поехать в Тубай Не в самое удачное для меня время Это Просто смотри Я любуюсь Все возмутились А, все нормально Я отдай полотенца, пожалуйста А у нас дождь случился Мы тут на улице Мы на улице идем Мы стали свидетелями апатлипса Потому что дождь в Тубаях Это очень редкая история Мы в истории Реально? Мы в истории Спасибо Ты сильный Сильный Я украл уже На самом деле Интересно Это очень интересно Просто пиздец Хотела вас спросить Заметили ли вы Уровень везения наш Как вам? Нормально? Хороший? Еще ломается телевизор А если сейчас взорвется телевизор? Кто-то выиграл? Мы вообще не ебдем Кто выиграл Но кто-то выиграл Ура! Ура! Португалия! А, это Португалия? А нет, это не Португалия Как вы не услышали? Сейчас сейчас от пиздок Как выяснилось Это был тот самый гол После которого Плакал Криштиану Роналду Блях! Да что же вы меня Выводите Из равновесия душевного Я хотела рассказать Вот что Времени у нас Два часа на час Да Я думала чуть-чуть поменьше А я тебя просто поедим И ляжу спать Нет Мы Но не удивляйтесь В смысле не пугайтесь Сейчас удивитесь Я вот Это мое Макароны И тут еще чикен штучка Такая внутри Пакетика С курочкой нарисована Нет, реально Это Макдональдс Это вот упаковка Из-под салата Салатом А, нет Песто-паста А была в разделе салатов Просто Да, с песто Вот Пахнет пестой Я уже так пошутила Мальчикам Они посмеялись А что он такой Малюсенький Он еще меньше Чем у нас в России А у нас в России Уже никакого такого нет А, точно Да Так что довольствуйся У меня голоза Зачем ты Такую сукраду показываешь Ну нет А мы все Не без греха Ну, бля У меня побольше Он, мне кажется Нет, еще Егору Не показал свой грех У меня, да Самый большой грех Ой А вот у меня Такой грех Сморченный жоп А что это такое? А это У кого-то большой грех У кого-то сморченный грех Возьми на ладошку Возьми на ладошку У меня не самая большая Ладошка А к голове прислали Такой кран В логе Прист... Приятного всем аппетита А что мы не смотрим фильм-то? Ну Егора Что же ты снимаешь? Фильмы Ой, извините, все Бабич Ну вот И время Прощаться Вот и комер Дед Макси Давайте, бывайте Пока Удачи Все, пока Да Давай А мы тоже собираемся Здесь сейчас Вовсю творится Игра в Тетрис Впихнуть невпихуемое Я не знаю, чем помочь-то Чем помочь? Не мешать Вот и рум-тур вам заодно Это комната, в которой мы жили Такое зеркало очень Практичное Очень удобно И такая ванная комната И туалетная вместе И здесь еще какая-то А что это за сооружение такое Которое напротив туалета? Жабобойка Единственное из примечательного Это вот это вот рыло Вот эта глотка Которая проглотила Крышечку Адзуны Потому что я открывала Зубную пасту Над раковиной Как и все Намерные нормальные люди Но не смогла я удержать Крышку в руках И она у меня выпрыгнула И прям прямиком Вот сюда Не знаю, зачем так делаю Такие Это зачем? Черная дыра Тут у нас была стиральня Тут Макса спальня Две кровати В его распоряжении Тут Макса сральня Здесь спальня и сральня В одном лице Яна Но сейчас он убрался Это правда И еще и жральня здесь И вот Кухня с окном Все, такая вот квартирка Я не люблю шаурму Как мне казалось Всю жизнь Но Я попробовала вот это Она же даже не шаурма Это булочка Просто из лаваша И внутри картошка Блин Как это вообще работает Что? Волос? Да Я только хотела рассказать Как я обрадовалась Тут соленый огурчик Еще внутри Какой-то кисленький соус Очень вкусно Здесь вообще В Дубаях все кислое Но и волос тоже много Что-то я не пойму Что это такое-то? И что ты ругаться будешь сейчас? Нет, просто скажу Волос Горяченькая Свеженькая Короче, там еще соленые огурчики И соус А я уже все сказала Интересно, сколько я здесь волос уже съела Не заметил Мы уже сидим в самолете Сейчас будем лететь А я даже Зык отключила Понервничать нормально не могу Как следует Потому что Ногти отгрызну еще вчера Даже расстроилась Что мы уезжаем И с ребятами неизвестно Когда еще увидимся Ой, че А в случае мы сейчас не 12, блин Так в смысле Без минуты, да Надо свет выключать Ну че Какой свет? Зачем? Ты не знаю А мы ложились в спальню 40 секунд А мы это делаем Сейчас каждый раз улет И будет Шарашки на конфликте Я догадываю желание Сейчас буду еще поджигать Ёпта 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 Жди об меня Об меня Давайте скрестим шпаги А ты ему А ты ему Давай Давай Да я боюсь Не бойся Все, я уходил Ааа Надо было Ой, зря Матя Не надо 10 секунд Ты че, денег подошли Нет, ребят Поделите Не надо Причем на обеих руках Съела Все, теперь не погрызешь Это была моя традиция Нервничаешь и грызешь А можно свет Ребят, сейчас лечу и не боюсь Реально Хотя на дворе сейчас 12 декабря То есть 12 число 12 месяца 22 года Казалось бы, прекрасное сочетание Красивого выглядящего В общем, хорошая дата для того, чтобы случилось что-нибудь плохое, чтобы ее запомнили, правильно? Вот так размышляла бы прежняя я А нынешняя я, которая сидит на таблетках И которая полностью приняла мысль о том, что Либо я боюсь, и никуда не выхожу, и ничего не получаю И никаких хихихаха Либо я сажусь в самолет И лечу, и путь че будет Но без паники и поноса на нервной почве Ты боишься? Нет Не, я прям боялась, если у меня живот крутило, вертело Я до усрачки, в буквальном смысле, боялась Мы дома уже давно Уже елку нарядили Скоро уже Новый год, а я болею все это время Со второго дня, как мы прибыли Я вообще не помню, что было в этой поездке Температура была у меня под 40 Она до сих пор держится, она уже 37 Слава богу, есть этот влог, а я хоть что-нибудь, да? Повспоминаю Потому что пока болела, реально, у меня память подстерлась Настроение тоже А где собачка? Вот она Мы сейчас будем обмениваться подарками Ой, еще одна собачка Вот это подарили Вот подарок Да, я знаю Вот, смотри Здесь на Новый Да ты не бойся, тут фигня полная Тут фигня полная На Новый год и сувениры Ой, так красиво Егор запаковал Картюля? Ну, можно так сказать Ничего Для Раммана Штука С супер-крошками Вот они какие! Да, очень красивые Она большая, чтобы ты кушал хорошо Вот тебе ручка Спасибо Вот тебе вторая А третьей в коллекции не было Я тебя что хотела спросить все время А почему тебе нравятся супер-крошки? Не знаю, это у меня с детства ассоциирует Я постоянно Cartoon Network посмотрел Там они спасали мир, еще что-то делали Добрый, короче Да, там, потому что у них был их приемный мужчина А может быть и не приемный Он над ними опыты, возможно, ставил Но не суть Короче, их папа Он о них так заботился хорошо И мне очень нравилось Вот Опыты ставил? Возможно, у них супер-сила откуда-то появились Ага, ну ладно Подсвет Смотри, как тебе подсвет Красиво Мне очень здорово И Олег его даже сразу повесил А дальше вот тебе новогодняя уже херня всякая Это уже не из Дубая Ой, нет, подожди Так вот же из Дубая Красиво упакован Это и есть Очень, очень Спасибо Зима как пахнет Да А как она пахнет? Пахнет холодными мандаринами Может быть Ты же любишь басный бодиболк? Тоже, как я Конечно, очень Это наш любимый Один из самых Спасибо, Катя Клеп Да, это она нас подсадила С Новым наступающим годом А уже он наступил на экране у тебя в видео За вас А что случилось? А как это случилось? Вот это к вам первое Вот это первое Раз Это, короче Это специально для Дубаев серия У нас 15 миллилитров Дубаев Это для очень богато пахнущих женщин Богато выглядящих Как ты Ага Офигеть Да, пахнешь богато Кто такой хороший Дубай Он пропитан песком Дубая Потому что он на улице продавался Всю дорогу Вот Это что это такое Пандора А ты же забыла Из Дубаев Да Это который только в Дубаях Да Дубай У меня мурашки У меня есть из Японии И теперь еще из Дубаев Круто Это Феррари Это мы взяли в Феррари в Официальном Это Феррари-магазин А где ключи? Это мы продадим Когда почки оставшиеся Это моя Феррари? Да Я сейчас буду Очень нам понравилась поездка Надеюсь, что вам понравилось это видео И желаю вам столько же И даже больше Приятных впечатлений Чтобы вам досталось Ну а я вас всех безумно люблю Благодарю за просмотр Целую и обнимаю И всем пока-пока